День Святого Валентина или День Всех Влюбленных отметили на неделе в большинстве стран мира. Традиционно 14 февраля принято адресовать признание и дарить подарки любимым. Справедливости ради, этот праздник не числится среди официальных дат календаря. Однако его популярность, в том числе среди жителей нашего региона, уже очень высока. Логика влюбленных порой сложна для понимания. Впрочем, как и то, что около 40% браков в Гомельской области заканчиваются разводами. О семейных ценностях интервью с начальником отдела ЗАГСа Гомельского горосполкома Ольгой Климковой. Итак, в самом начале, как мне кажется, приятный повод для разговора. Ольга Олеговна, это действительно правда, что особенно за последнее время, последние несколько лет, количество браков на Гомельщине стало все выше? Да, количество браков действительно изменилось. И о этом говорят цифры. Если мы сделаем сравнительный анализ, например, в 2007 году, это было 824 записи. В 2008 – 560 только. Уже в 2014 мы видим, что их стало 1338. В 2015 – это 1281 пара зарегистрировала свои отношения. Ну, немножечко следующие годы меньше, но все равно это не меньше тысячи. И 2018 год мы закрыли цифрой 1012. А в каком возрасте гомельчане чаще всего идут на этот шаг? Средний возраст, вступающий в брак у мужчин, это 30 лет. У женщин – 27. Если брать те пары, которые впервые заключают свой брак, то возрастной ценз следующий. У мужчин – 26-29. И у женщин – 24-27. То есть это достаточно молодые пары все-таки, да? Вот как чувствуете, всегда ли это действительно осознанно происходит? Легкомыслие не замечаете у тех самых молодоженов? Ну, общее количество, конечно же, подходит к этому осознанно. Но иногда приходят молодые люди, которые сомнения возникают в отношении них, потому что они сразу же спрашивают, например, каким образом происходит расторжение брака, сколько это стоит, и если что-то вдруг случится, куда обращаться, заранее консультируются. Поэтому и можно сделать такой вывод, что это первый, но, конечно, не последний. Ольга Олеговна, а вот еще повод задуматься. По статистике, в среднем 40% браков заканчивается разводами. Как объяснить такую немалую цифру, немалую долю? Ну, возможно, связано это с тем, что наши люди все-таки боятся каких-то проблем семейных. Ведь семейная жизнь – это своего рода работа. Естественно, в этой работе должны принимать участие все. И нужно бороться любыми способами, чтобы сделать свою семью счастливой. Потому что, вот давайте так рассудим, семья образовалась, да? Через какой-то период рождаются дети, потом начинается детский садик, начинаются школы, какие-то другие вопросы возникают, поступление, учиться куда-то в какие-то вузы. Вот. Это все, конечно, должно сплочать родителей. Это в идеале. Для кого-то это приятные хлопоты, а для кого-то серьезные испытания. Да, но некоторые боятся, они бегут от этого. Вот, возможно, поэтому, когда непонимание в семье, и возникает вопрос развода. Ведь пока не научатся наши мужья и жены друг друга уважать, считаться с мнением, характером друг друга, естественно, разводов будет больше. Это правда, что с каждой парой, которая приносит заявление на развод, если поступает это заявление к вам в ЗАГС, стараетесь общаться? Как отговариваете, если отговариваете? И какие аргументы приводите? Конечно же, я с каждой парой стараюсь проводить беседу. Почему стараюсь? Потому что не каждая пара хочет обсуждать эти вопросы. Вот. Если я вижу, что да, идут на контакт, конечно же, я рекомендую, может быть, даже пожить отдельно какое-то время. Те пары, которые уже разъехались, я им рекомендую, наоборот, вновь сойтись и попробовать опять начать семейную жизнь. То есть кто-то не соглашается, но есть такие, которые соглашаются, прислушиваются к совету, забирают заявление о расторжении брака, а потом, через какой-то период времени, приходят регистрировать детей. Для вас, как понимаю, это самая главная награда. Спасибо за ваш труд и надеюсь, что наш разговор о статистике и реальных примерах будет хорошим поводом задуматься каждому из нас. И вам тоже большое спасибо.